Артём, привет! Снова рад видеть тебя на дизайн-конференции. Взаимно. Давно знакомы. Для тех, кто не знает, Артём, это замечательный архитектор, дизайнер. И руководитель студии. Расскажи, как у тебя дела? Мы с тобой знакомы уже, не знаю, сколько лет, много лет. Ты, по-моему, у нас был на каких-то первых, там, не знаю, когда мы только начинали школу. Сейчас у тебя уже полноценная студия, хороший проект. Я вижу частенько твои посты в Фейсбуке. Стараюсь там лайкать, видео видел, ты записываешь. Как у тебя дела? Расскажи, как вообще процесс идет. О, дела прекрасно, развиваюсь, не так быстро, как хотелось бы. Но в целом, и с помощью, кстати, твоего тренинга, твоих вот этих бизнес-процессов, я вот прям их до сих пор как-то корректирую, делаю через какое-то время. Но в целом вот студия основана вот на... Костяк какой-то работает, да? Да, это прям для всех дизайнеров, это суперская тема, поэтому рекомендую. Что сейчас делаешь, расскажи? Я, наконец-то, завершил переход вот этот вот, когда ты сам проектируешь. Ага, нанялся другой. Именно полноценной студии, то есть у меня и менеджеры, и комплектатор, и главный дизайнер. Поэтому я, в принципе, наконец-то вышел практически из производства. Занимаюсь сейчас маркетингом, привлечением. Сейчас я буквально недавно закончил съемки «Битвы дизайнеров». Ага, а это проект, телепроект, да? Да, это на ТНТ телепроект. Было прикольно, то есть где-то полтора месяца я на это купил. Ты там дизайнер или только говорил, что куда поставить? Не-не, я там дизайнер, участвовал в две серии. Отлично. Потом ты сам ушел. Ну, был прикольный, интересный проект. Поэтому всем рекомендую. Отлично. Ну, слушай, ну расскажи, какие, наверное, основные. Ты говоришь, вот только-только перешел, хотя изучал как-то долго. Что вот, почему долго проходила трансформация? Какие, может быть, ментальные моменты могли быть, или что не получалось? Или все было нормально, как бы так и планировалось? Ну, основной, наверное, момент, это, конечно же, как ты правильно сказал, ментальная история. Это просто элементарный страх. То есть было страшно именно перейти, отпустить вот этот контроль. Именно в делегировании? Именно из производства. То есть как так, без меня я самый крутой дизайнер, блин, и тут как-то без меня проекты будут кто-то делать, контролировать. Полная фигня. Как бы не бойтесь, сидите на страх, и это того стоит. А самое прикольное, что каждый такой дизайнер думает, я самый крутой. А кто же тогда самый-самый, если каждый думает про это? Да, абсолютно. Вот, я тоже помню этот момент, поделюсь, да, раз в диалог идет, у меня то же самое. И с клиентом тоже было, говорит, зачем ты сам делаешь, если могут ребята делать? Я говорю, нет, лучше меня никто не сделает. Вот, это действительно большой барьер. Хорошо, а как ты его преодолел? Какие-то, может, рекомендации? Потому что, знаешь, очень просто сказать, типа, бери и делай, бери и передавай. Ну, то есть, а как? Так, блин, ну, честно скажу, процесс занял долгое время, я много времени потерял. Давай покопаемся, какие советы? Блин, иди на страх свой, там твоя сила. Ну, хорошо, вот тебе пришел проект, да, как вот ты начинаешь мыслить, то есть, как мне начать делегировать? Тут, наверное, не будет никакого совета, кроме того, как идти на страх. Ну, нету другого просто. То есть, ты нанимаешь фактически человека и говоришь, что теперь ты отвечаешь за этот проект. Да, да, ну все, но нету другого пути, понимаете? Окей. Чтобы перелететь с точки А в точку Б, надо сесть в самолет. Если вы боитесь летать, бля, в любом случае надо сесть в самолет. Чем твоя студия уникальна, может быть, чем занимается? То есть, у тебя же есть какая-то, я не знаю, позиция, да, принципы какие-то? Расскажи немножко вот про это. Сейчас, на самом деле, полноценно идет работа по перепозиционированию. То есть, мы делали все для всех, и это неправильно. Ну, как, не скажу, что прям все для всех, но прям какой-то супер уникальной ниши, наверное, мы не занимали. Сейчас, как раз, после того, как я вышел из производства, я полноценно занимаюсь этой историей. Ну, в целом, упор делаем на функционал и, соответственно, системность. Ну, в принципе, как и ты. Клиентам цена, да, это? То есть, кто сейчас с клиентами встречается? Ты говоришь, ты маркетингом занимаешься. Кто сейчас еще? С клиентами встречается? Кто, как бы, с ними диалог ведет? Ну, маркетинг и продажи, это пока на мне. Пока на мне, да. Следующая тема – это систематизация дела маркетинга и продаж. Все верно, все верно. Хорошо. Ну, давай, расскажи, может быть, что ты хотел тоже рассказать, поделиться еще о чем-то? Ну, если про дизайн-конференцию говорить. Да, конечно. Скажи про дизайн-конференцию. Клевая тема, потому что ты сидишь весь год вот в своей каше, в своем вот этом борще варишься и, ну, не особо как-то наблюдаешь за другими. Здесь тебя полноценно рассказывают разные точки зрения, разные какие-то мысли, которые ты черпаешь и в своей работе можешь внедрять. Поэтому всем рекомендую присутствовать на дизайн-конференции, онлайн или оффлайн. Лучше, конечно, оффлайн. Здесь прикольная атмосфера. Welcome. Ты хотел выступать. Да, я слышал. Ну, я бы не отказался. Ну, смотри, да, присылай тему. Кто сейчас смотрит, наблюдает, наверное, еще знакомые тоже твои есть, поделишься в соцсетях роликом и голосуйте. Будем приглашать, а ты не забывай с заявкой. Пиши заявку и с удовольствием пригласимся с темы. Нам всегда интересны кейсы успешные, людей, которые двигаются к результату, несмотря на какие-то проблемы, трудности преодолевают. Поэтому всегда, конечно. Я с удовольствием есть что рассказать. Барьеров было много. Есть рассказать, как их преодолевать. Хорошо. Спасибо тебе большое за интервью. Спасибо тебе тоже. Спасибо.